добрый день дорогие друзья вы на телеканале это он тв программа с большой буквы программа для людей имеющих и любящих думать и сразу хочу представить нашего сегодняшнего гостя александр пески основатель здательского дома русской швейцарии александр от приветствовать добрый день здравствуйте добрый день здравствуйте дорогие мы сегодня в формате с большой буквы у нас тут есть свои традиции для этой программы обычно я представляю своего гостя нагружаю своими вопросами но в данном случае поскольку очень много вопросов наши зрители сдают персонально александру песке я решил своими вопросами не напрягать вас хотя свои пять шекель я непременно вставлю где-нибудь и начну с самого наверное ожидаемого вопроса который написал конкретно евген n называется евгений из москвы как выяснилось потом он пишет александру песке вопрос учитывая кавказские корни какова история происхождения фамилии пески да и в целом где родился где взрослел как оказался в русской швейцарии чем зарабатывает на жизнь вот такой вопрос да 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 ну я не начну там жили были дед да баба до курочка ряда ряба расскажу в принципе вкратце корни у меня кавказские и у меня их как бы классических корней нет я уроженец столицы одной из самых известных серо-кавказских республик а на самом деле классический ребенок советского союза мама местная студентка русская папа студент из эстонии сначала поступил на в институт нефти и газа в москве так как плёкко говорил по-русски его значит засунули в грозном учиться в институт нефти и газа на первом курсе сначала с товарищами из анголы никарагуа мазамбика кампучи и первый год там эти люди учили сначала русский язык а потом учились по специальности там и родители познакомились и там у них получился я вот то есть получается полукровка русский и эстонские корни ну фамилия пески это вообще-то балтийские немцы то есть оттуда происходит наша наша моя отцовская линия вот возрасте 17 лет но я уже позже там жил в москве и вы знаете так бывает жизни так бывает люди редко верят что так бывает но на самом деле это так просто дико повезло у меня была возможность запросить стипендию в одном швейцарском частном фонде именно в этом году тогда они делали эксперимент и брали молодежь из-за рубежа учиться этот частный фонд называется шенкум даплес господин даплес это был второй директор международной компании по производству продуктов питания нестле может быть люди слышали такая швейцарский такой конечно международный гигант вот и у господина даплеса было много денег но к сожалению у него был только один ребенок один сын и он очень сильно болел эпилепсии и перед своей смертью господин даплес все свои все свое состояние перевел в частный фонд половина доходов из которого идет на изучение болезни эпилепсия и в цюрихе в швейцарии есть огромная клиника которая занимается этим вопросом а другую половину дохода он направил на поддержку молодых людей так как это был 19 век девушкам тогда не везло как бы в швейцарии не считалось что девушки не должны учиться в институтах университетах а только юноши и вот согласно уставу вот того 19 века этот частный фонд выдавал стипендии вот такую стипендию я получил имел возможность жить и учиться в швейцарии значит заканчивал я свою школы там общее образование и первую профессию я обрел тоже в швейцарии я плотник я умею делать из куска дерева табуретку стол и что угодно вот позже когда я отучился хотелось молодому человеку жить весело и легко вот занимался организации конскертов партии в швейцарию привозил таких известных российских исполнителей как группу ддт аквариум с гребенщиком земфиру украинцев привозил вопли водоплясова ну и как бы сам был диджеем устраивал партии одновременно работал в книжном магазине русском книжном магазине вот читал книжки журналы занимался периодикой и однажды весной 2004 года я сидел в задней комнате вот этого нашего книжного магазина который находился по адресу там он уже больше не находится он к сожалению закрылся в цюрихе есть такая шпигель газ и зеркальный переулок так вот этот магазин русской книги был на шпигель газ и 14 а на шпигель газ и 10 еще за 100 лет до нас жил один такой владимир ильич ульянов не там он редактировал газету искра то есть такое намоленное место да там русские люди занимались издательскими трудами и вот мы со своим моим товарищем сергеем сандром в апреле марте 2004 года основали ну вернее мы там эту мысль сформировали и захотели сделать тогда газету вы знаете когда человек молод ему кажется что в принципе любое море по колено вот мы скинулись деньгами сергеем сандром и обговорили людей собрали статьи соплали немножко рекламы взяли и напечатали газету да людям она понравилась и нам пришлось в следующий месяц опять бегать собирать деньги реклама подписка статьи так мы издали второй номер третий вот этот это издание русская швейцария существует уже с 2014 года вот уже 18 почти восемнадцать четвертого года с 2004 я говорится да вот это немножко о себе немножко русской швейцарии а я до 15 года значит был главным редактором этого издания и зарабатывал еще соответственно на вольных хлебах я с 2007 года по 2011 был генеральным секретарем неправительственной организации которая называется довольно таки просто совет по сотрудничеству швейцарии россия это была швейцарская инициатива которая занималась углублением и расширением культурных политических и общественных связей между швейцарией и россией я отвечал за работу в швейцарии и в нашем швейцарском парламенте у меня был такой заказ и я его исполнил я создал парламентскую группу депутатов состоящий из 37 депутатов верхней и нижней палаты парламента швейцарии которая так и называлась друзья россии вот с этими депутатами я часто летал в россию мы были в парламентах и в регионах и на бирже и в кремле это было очень интересная и такая плодотворная работа нам казалось тогда что одна большая единая европа континентальная европа от лиссабона до владивостока она уже реально она уже близка ну история не имеется слагательного наклонения к сожалению в швейцарском руководстве этой организации люди были пожилые и тут вот такая вот лотерея со здоровьем люди потом руководители этой организации верно штаб фахер и эрнст мюллиман вице-президенты они умерли и к сожалению в швейцарии закончилась в принципе плеяда из людей которые искренне и без предубеждений интересовались восточной частью европы причем их интерес не заключался только россии мы бывали балтики на балтике и белоруссии и в украине к сожалению вот новое поколение и политиков и бизнесменов они все как-то живут более в виртуальном мире и все менее интересуются скажем так странами и культурами так называемого третьего мира все что за границей евросоюза и англосаксонского мира людей интересует в принципе мало вот после издательской деятельности я продал свое свое время и свои как бы способности ушел в индустрию и трудился в германии в большом концерне который занимался литьем вот от чугуна до цветного металла все всем я занимался развитием бизнеса я был одним из директоров этой большой организации значит порядка 1800 сотрудников было у нас в предприятии больше 300 миллионов евро годовой оборот предприятия были расположены в германии бельгии польши в венгрии и вот я мотался с удовольствием занимался решением проблем и вопросов запомнился мне такой один день когда я в один календарный день побывал в трех столицах которые называются начинаются на букву б проснулся в будапеште завтрак там рабочий поездка в аэропорт вылетел в брюссель в брюсселе приземлился в аэропорту поехал на поезде значит там посетил нашего одного потенциального клиента провел там переговоры вернулся в аэропорт и из брюсселя вылетел в берлин там я ночевал на следующий день опять работал то есть в один календарный день посетил три европейские столицы которые начинаются на б это очень интересная работа была но потом швейцарцы меня как вот футболиста перекупили опять из германии обратно в швейцарию тоже индустриальный концерн трубы тормозные колодки гидранты люки опять чугун опять металл вот и вот я я подытоживаю как бы вот имел вот чуть более пяти лет классической как бы такой менеджерской деятельности в международных компаниях тоже дочерние предприятия в германии швейцарии франции в испании вот и с тех пор я в принципе тружусь как кризисный менеджер классический кризис менеджер то есть если где-то в предприятии трясет что-то с подставщиками что-то со сбытом или что-то внутри с менеджментом или скажем так финансированием люди могут меня заказать для решения этих вопросов а александр слушай едем едем дальше саш я хотел просто сказать а вот публицина и вот работа работа значит со сми это это вот дань образованию традиции и тому что я люблю но вот как раз об этом следующий вопрос наши телезрители задают их почему-то интересует некто злой зузул и критикан политиканов под такими никами они свои вопросы задали один спрашивает а почему не еврейская швейцария почему потому что пески говорят на русском не на иврите а второй спрашивает нравится мне как еврея используют слово русский вот взял и назвал еврея свою газету русская швейцария другой и назвал газету в нью-йорке новое русское слово русское радио наше радио то есть ну скажем так антисемитская составляющая в этих вопросах она на мой взгляд абсолютно очевидно любой человек с нерусской фамилии воспринимается как еврей саша а вам часто приходится с этим сталкиваться то что вас упрекают за использование слова русский тем более вот я почитал о русской швейцарии мне например запала в душу в кавычках запала в душу я читал одно из ваших интервью и вы там рассказать нет не ваше интервью а нынешнего главного редактора русской швейцарии она там рассказывает как на первом этапе русской швейцарии газету издавали в долг в типографии поверили вам на слово это раз а во вторых среди тех кто каким-то образом спонсировал это издание оказался я протестирую шведский ученый бизнесмен почетный консул российской федерации в лозанне фредерик паулсон вот интересно а русские в кавычках и без кавычек бизнесмены которые проживают швейцарии они каким-то образом заинтересовались этим проектом или до фени это все вопрос многоэтажный поэтому я по запчастям начну с последнего фредерик паулсон большой молодец это бизнесмен путешественник естество испытатель ныряет на подводных лодках сама сама сконструированных и подобные вещи производит прекрасную водку под названием мамонт для этого берет воду на ямале то есть большая молодчина и он поддерживает настоящее время издательской дом или газе журнал русская швейцария благодаря вот сегодняшнему нашему руководителю марине карлин это ее удача это вот она смогла скажем так создать это партнерство с почетным консулом фредериком паулсон а это огромная удача потому что этот человек очень благословно относится ну ко всему что происходит и из восточной европы ко всему русского у него жена если я не ошибаюсь украинка сам он тоже интересную биографию имеет он сам по крови немец но его родители бежали от нацистов в швецию он вырос в швеции имеет шведское подданство и потом занимаясь уже бизнесом он приехал в швейцарию и в швейцарии ему вместе с его отцом удалось создать большую фармакологическую фирму с глобальным значением и вот так вот он заработал свои деньги но и тратит он их очень достойно он спонсирует искусство выставки передвижные музыку большой молодец и еще раз повторю марина карлин наш главный редактор сегодняшней русской швейцарии она смогла заинтересовать этого человека в нашем издании а насчет вот этого немножко легкого антисемитского контекста ну тоже мы можем прямо сказать ну я не имею еврейских кровей но честно говоря я воспринимаю это как большой комплимент знаете как в том анекдоте шац-кац и альбац и смирнов можно мне смирнова адвоката смирнова то есть человек который выжил в этой компании должен иметь все таки какие-то скажем незаурядные качества поэтому сергей сандр мой партнер и товарищ и друг мы дружим по сегодняшний день не так интенсивно но тем не менее потому что все живем в разных странах вот он еврей из пензы да он тоже не умел еврей и русский язык мы взяли как за основной как потому что это все таки язык межнационального общения для для нации и народов которые происходят вот из той части света которые были еще рождены в ссср сергей прекрасно владеет еще рядом европейских языков так и я владею тоже рядом европейских языков к сожалению еврей еще не освоил израиль люблю искренне и у меня там живут тоже хорошие товарищи друзья которые раньше жили на швейцарии а теперь живут в израиле езжу охотно в израиль обязательно как только вот это вот к видная истерия сойдет на нет она должна уже скоро зайти на нет обязательно с семьей обязательно приедем в израиль чтобы посетить и намоленные места и просто туристические достопримечательности просто наверное обязательно и обязательно и встретим людей которые нам близки и дороги а например название русская швейцария вы знаете мы тогда сергеем сандером сидели в кабинете вдвоем и думали как вот назвать как же назвать издание и у нас там самые разные как бы были названия на шорт-листе мы записали на списке я вот сейчас по памяти помню что мне нравилось такое название континент мне на так то оказалось таким масштабным таким объемным но к сожалению журнал под названием континент в то время уже существовал если я не ошибаюсь в казахстане вот и конечно брать вот и копировать один к один название уже существующего сми нам конечно не хотелось чтобы ну там не 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 получить каких-то юридических разбирательств ну и вот сидели и думали и думали здесь же там и советский спорт и комсомольская правда хотя спорт и он не советский он просто спорт и правда должна быть не комсомольская как бы нейтральная советская россия наш бывает советская бывает еще просто россия поэтому мы сказали швейцария потому что мы были первое единственное издание на тот день в швейцарии потому и мы сделали обхват швейцария русская ну ничего лучшего нам в голову честно говоря просто не пришло это было такое компромиссное решение как говорится лучшие из худших есть люди которые нам пишут часто письма и пишут что вы там оборзели швейцарию обзываете русской вы знаете в башкирии существует деревня в современной россии в башкирии существует деревня которая называется русская швейцария в германии земле саксонии существует географический идиом который он существует называется саксонская швейцария а в германии когда я трудился на литейную компанию я жил в пригороде эссена города эссена и там этот район он такой же холмистый леса очень красиво речка рур внизу протекает это называется эльф рингершвайц по-немецкой то есть эльф рингская швейцария перед тем как назвать наше издание русской швейцарии мы проверяли значит с помощью адвоката и в торговом реестре и в центральной библиотеке швейцарской государственной мы проверяли правомощность название издания таким именем и на везде было это разрешено поэтому мы сошлись на этом названии с огромным удовольствием констатирую что в нашем коллективе и у нас есть люди самых разных национальностей самых разных национальностей и вы знаете чем я особенно горжусь что в нашем издании в абсолютном большинстве своем мы мы в коллективе не только как бы коллеги мы единомышленники но мы даже и друзья наш коллектив все-таки отличается тем что мы умеем по-человечески добро относиться друг другу поэтому мы идем уже рука об руку уже не один десяток лет до были люди которые приходили уходили но даже люди которые ушли у нас из коллектива они уходили ну за небольшими исключениями без конфликтов и мы дружим как одна большая такая вот семья поэтому я очень горжусь как бы проделанным путем и очень сильно надеюсь что у моих коллег вот у марины карлин и новой команды которая вот она сейчас сама формирует в большинстве своем чтобы у них хватило сил желания и возможностей издавать это издание как можно дольше александр прежде чем мы перейдем к политике вопросов о политике очень много хотел спросить я в одном из интервью про ваших прочитал что вы написали несколько романов и множество рассказов это стоящий нет александр придется опровергнуть это вот одно из тех немногих вещей которого я не сделал мне кажется это фейк-ньюс а да и так как у меня однофамильцев немного знаете в жизни ну вот поэтому я подозреваю ну это как как какой-то может быть черный пиар кто-то где-то что-то опубликовал использовав мое имя нет я не пишу ни романы не 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 поэзию честно говоря не хватало время вот в 2004 году в апреле мы основали это издательство а в сентябре того же года я пошел учиться на журналисты и мы когда сидели сергеем сандром вот в этой комнате да мы спрашивали ну как бы дискутировали кто будет как называться он мне говорит ты будешь главным редактором чего это ты взял что я буду главным редактором он говорит ну ты же работаешь книжном магазине ты читать умеешь он назвался креативным редактором нам надо было визитки тогда делать его сереж ну что это такое креативный директор это подразумевает что у нас есть директор еще там по рекламе там по там по техническим как бы вопросам он говорит да кому какая разница я напишу креативный директор вот так вот мы нам было тогда по 24 по 25 и и поэтому были абсолютно свободны кстати я еще хотел бы пролить немножко свет на эту историю это абсолютно low cost low budget проект то есть мы тратили свои деньги из кармана никогда нас в нашей деятельности никто не поддерживал ни швейцарское государство не российское никто до были времена когда в швейцарии трудились им очень стоящие масштабные личности в должности посла российской федерации это и дмитрий черкашин юрий борисович его сейчас запамятовал фамилию аж стыдно но тем не менее это это люди которые нам в принципе благоволили нас поддерживали и у нас то может быть там раз два раза в год печатали там о каких-то там собраниях в посольствах или там о выборах но всегда на правах рекламы то есть нам платили ровно по нашему прайс-листу поэтому никогда мы от никаких государств никаких поддержек не получали мы тратили ровно то что мы зарабатывали а зарабатывали мы из трех источников первый это реклама самый главный наш значит пул где мы могли финансировать наш издательский дом а потом мы зарабатывали значит на подписке и на рознице и это было одним из самых таких важных и кропотливых таких задач которые нужно было решать каждый день было не всегда просто но тем не менее мы смогли это сделать и знаете в 2009 году на одном из мероприятий варпа на нашей знак наша нашу редакцию отметили и тогда нам вручили правительственную грамоту от российской федерации и и подписал владимир владимирович путин он 2009 году работал у одного небезызвестного дмитрия антольча медведева работа у него премьер-министром и он тогда подписал эту эту этот счет почетную грамоту и я конечно так нагловато спросил а можно деньгами вместо грамот на что мне было сказано из правительства российской федерации нет бери грамоту и радуйся фотографируйся все вот это это важно это важно потому что люди часто как бы говорят да вот у вас там вот есть там какие-то там источники финансировать да нет что все наши налоговые декларации лежат в цирийской налоговой службе все они прозрачные транспарентные а насчет наших бизнес величин нет никто никто никогда из всех этих из форбсов или из других как бы известных там списков люди нас никогда не поддерживали лишь только лишь потому мне кажется что большинство из них которые переехали в швейцарии они искали именно вот этой анонимной жизни они не хотели быть русскими вы знаете швейцария это вот предпоследняя станция перед лондоном в лондоне уж прячутся совершенные отморозки а вот в швейцарии это вот их как бы предпоследняя такая остановка никто из них нас не поддерживал но тем не менее тоже стоит отметить ну из российских есть там там созлучных фирм кто у нас публиковал рекламу допустим газпром банк мы за им мы за это им конечно очень благодарны потому что ну реклама это всегда благодарное дело и все саш вопрос вот какой сдает его никто ник швец называется он спрашивать у пески он пишет который сам принадлежит к келите про двоемыслие европейских элит бесполезно он будет лгать как это делает вся элита чтобы вы ему ответили по этому поводу ну я ему отвечаю что он принадлежит ровно кто же элите мы с вами александр и с нашими с телезрителями в принципе на практически все находимся в том золотом миллиарда то есть если мы исходим из того что у нас на планете земля в наши дни живут порядка 8 миллиардов населения из них подавляющее большинство живут очень бедно и голодно в каких-то хибарках да сколько там сан паулу до 25 миллионов людей в фавеллах а в городе мехико я слышал где-то там чуть ли не 40 миллионов людей живет больше большей частью там в хибарах без проточной воды и без канализации то есть практически все мы живущие в европе сша канаде австралии израиле мы же мы живем вот в этом золотом миллиарде поэтому нам жаловаться грех и мы что в израиле что в германии что в швейцарии мы получаем что в россии бесплатное школьное образование мы получаем неплохое скажем медицинское сопровождение нашей жизни мы живем дольше мы живем сытнее мы все он пытаемся постоянно похудеть поэтому мы все есть часть этой элиты и да наша элита она двулична все мы немножко двуличные мы каждое утро жрем теплые булочки кто с кефиром а кто с кофе а в это время дети с пухлыми животами живут в африке но тем не менее этом же нам не пытается не мешает мазать как бы масло на булочку и как бы в швейцарии тридцать восемь процентов продуктов питания из ну из универсалов из магазинов выкидывается на помойку сжигается на биогаз разве это не двуличие да но если пытаться вот решить все проблемы мира одна одна разово то можно можно свихнуться поэтому я стараюсь жить так александр и окружать себя теми людьми с которыми я могу быть искренним и с теми людьми которым возможен обмен мнениями да приходится иногда тактировать и но наша жизнь состоит из постоянных компромиссов потому что жизнь полна противоречий и как-то в этом лабиринте нам нужно находить правильный путь саш от себя свои пять шекелей я вставлю опять же в одном из ваших интервью я прочитал в интернете нашел цитата если вы меня остановите если это на самом деле фейк как как история про романы приводятся ваши слова у россии нет никаких смертельных проблем кроме единой когда либеральная клика приходит к власти если она берет власть это неизбежно оборачивается развалом страны и хаосом я очень ценю либеральную мысль как таковую и на ряд моих либеральных товарищей смотрю с интересом но в целом упаси бог нас от февраля 17 августа девяносто первого конец цитаты эти слова принадлежат вам да я вполне мог такое высказать в какой-то дискуссии и кто-то это да тогда тогда у меня вопрос ватником вас часто называют да бывает бывает но что делать вы же понимаете да не начнем так с 2010 года я член зеленой либеральной партии швейцарии то есть я плачу взносы я хожу на заседание я дискутирую темы я критикую окружающую меня жизнь да и в швейцарии и в моем родном городе цюрихе потому что цюрих я считаю моим родным городом и тот город которым я появился на свет там есть тоже недостатки и моменты которые можно улучшить да иногда мы тратим время на споры ну скажем так ну в оптике человека условно говоря из той же африки но несерьезной мы дискутируем на предмет того стоит ли нам во всем городе сократить скорость движения автомобилей до 30 километров в час или все-таки можно там только часть улиц значит так обездвижить вот ну вы понимаете для глобальных проблем экономики или там гуманитарных проблем это уровень несерьезно но тем не менее в моем городе это дискутируется я как человек либеральных взглядов истинно либеральных взглядов я всегда ставлю свободу на нет свободы любую человеческую свободу на нет свободы и я большой поклонник все-таки идеи вот этой этого классического глобализма когда люди капиталы и товары имеют право двигаться по всему земному шару без границ и препятствий я искренне в это верю и вы знаете ну там ватник называют ну есть в фейсбуке такая группа называется пора валить все об эмиграции там чуть ли не два или три миллиона как бы участников в этой группе и вот люди там сидят и вот и вот хаят свою родину будь то россия или там где-то беларусь или что-то такое и вот они пишут как тут плохо как тут все вы знаете прилетая в москву я вот или там или в питер или вот где я недавно был в воронеже но как не посмотришь что хорошо одеты люди тебя окружают автомобили ездят и как-то все так довольно таки цивилизованно и когда люди говорят вот у нас тут ну так как это называется извините такое не литературное слово жопа тут работать негде слышите я говорю вот 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 элементарно откройте сайты компании газпром или роснефть и посмотрите сколько там вакансий если вы не хотите работать дворником во вашем дворе хорошо это ваш выбор если вы не хотите работать условно этом еще кем-то да воспитателем или учителем начальной школы хорошо но как бы эта страна возможностей и когда люди критикуют вот то что они имеют я бы хорошо но ребят вы же все свободные люди сели в самолет полетели в мире есть куча стран где вас примут ну скажем с распростетными руками если вы что-то реально умеете но оказывается на практике что большинство из этих людей которые любят вот это все критиковать а не очень много в этой жизни умеют и б но не сильно умные люди ну вот из моей практики когда я трудился в германии у нас там под берлина был завод земли бранденбург очень маленький завод 100 сотрудников персонал уже почти в среднем предпенсионном возрасте и нам нужно было как бы это производственную площадку перенести на другое место но мы пришли и как бы сказали ребятам посчитали сказали мы вам вот предлагаем вот такие премии полуторные двойные зарплаты если вы переедете вот в рамках одной германии из одной земли в другую там буквально два два с половиной километра и что вы думаете ста человек ни один не согласился переехать даже за двойную зарплату это все говорит о тех людях которые ну любят критиковать поразмышлять но сами ничего в этой жизни не предпринимают поэтому можно меня назвать или евреем или ватой или как-то как бы приучил себя не размениваться и не не обижаться а идти дальше еще раз говорю наш мир он полон интересных людей полон интересных мест стран городов деревень и в принципе всегда можно себя занять и занятия по интересу ну и которые с которого можно более-менее жить нужно просто только попробовать саш теперь переходим плавно к политике много вопросов естественно по украине остановимся на одном елизавета алексеевна пишет большая ваша поклонница пишет конечно можно любую кухарку поставить управлять чем-нибудь но как могут профессиональные люди относиться к такому человеку как министр обороны германии в кудряшках особенно военные украина прекрасный пример результатов дилетантства при такой кадровой политики любое государство за короткое время можно привести к уровню колхоза насколько она права как 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 всегда наши наши с вами зрители александр все-таки я тоже просматриваю часто комментарии я вижу все-таки у нас очень качественная аудитория люди думающие поэтому в этом вопросе уже как бы часть ответа она уже как бы включена я однажды уже на одной из наших с вами бесед уже говорил на эту тему я в принципе живя в демократическом правом государстве я считаю что да что должна быть возможность занимать политическую должность не будучи профессионалом в конкретном деле если человек а ну все-таки уверенно движется в системе координат что такое хорошо и что такое правильно да человек все-таки интеллектуально как бы не ограничены если человек любопытный вот один из моих ближайших знакомых и друзей в цюрихе он был мой учитель еще тогда в плотницком деле вот он президент зеленой партии нашего города цюриха был и депутат до городского совета и этот человек не получил никакого образования то есть он 16 лет он уехал из дому ему показалось тогда жизнь в швейцарии скучно он уехал сначала в южную африку а позже он поехал в израиль к вам он познакомился в кибуце с одной американской девушкой там он они женился и у них трое прекрасных дочерей это мои все прекрасные друзья и знакомые так вот вы знаете не читая толстых фолиантов и академических книг но читая каждый день несколько газет а еще не еженедельно там несколько изданий других периодичных он наработал таких такой массив знаний что честно говоря он может работать в википедии и это к чему я веду что как бы люди без может быть какого-то профильного образования но с хорошим таким генеральным менеджментом пониманием да как бы как и как функционирует наш мир может занимать даже высокие министерские должности просто отличие между германии украины состоит только в одном а в германии все-таки после войны скажем немецкое государственное строение словами лукашенко траховали или перетраховали много раз и все-таки германия построена построен довольно таки логично и нормально то есть очень многие вещи они должны быть построены согласно вот классическим как бы архитектурным моделям да не далеко от природы любая кривая башня она рано или поздно упадет а если ты поставил основательно то и строение твое простое долго поэтому условно говоря наша с вами любимая аналена бербок который вас вот буквально на днях была и опять там журила ваше руководство за строительную политику значит на западном иордане как называется земли земля ваша ну вот западный берег да вот вот она очень там что-то зацепилась за это место и нужно было обязательно произнести эту критику вслух вот но тем не менее понимаете в министерстве иностранных дел германии огромное количество людей кадровых дипломатов и бюрократов в хорошем смысле этого слова которые работают системно которые работают с документами и все-таки все это делается основательно да министр такой холерическим характером и сумасбродными как бы сумасбродными идеями или иногда такой министр как допустим борис джонсон которым нужно спасти свою шкуру да и ради спасения своей шкуру он увольняет там многих способных людей и условно говоря прыгает там через любые красные линии да это иногда наносит вред нашему государству строительству и демократии правому государству но как правило этот вред он не смертельный а в таком государстве как украина я просто как вижу там еще нет вот этой сложившейся школы вот вот такой многоэтажной вот такой классической бюрократии чтобы она была не слишком за бюрократизирована и не слишком коррумпирована ну я не самый крупный специалист по украине но допустим я наблюдал уже на под наблюдая на протяжении нескольких лет как там реформируют прокуратуру да по моему сами очень многие украинские наблюдатели эксперты говорят что от прокуратуры в принципе не оставили не оставили камня на камне потому что специалистов там методом вот этой аттестации и место там чистки хорошие специалистов всех выгнали а набрали условно говоря там вот у входа в зоопарк специалистов да все мы прекрасно знаем вот в украине сейчас президент он тоже по моему юрист заканчивал там то ли итан то ли кембридж то ли оксфорд да президент украины филиал да да но он же закончил там филиал какого-то нет я читал что он криворожский университет закончил как экономист нет он юрист юрист но в кривом роге но вы понимаете да вот эти все вот эти мутные филиалы в областных городах которые в 90-е годы заканчивали институты да 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 вот моей родной родной республики где я родился ни один как бы коренной житель не пойдет к врачу такой же национальности как и коренной житель потому что он знает что диплом получен за баранов диплом за баранов он не пойдет он с удовольствием пойдет к и доктору с еврейской фамилии на худой конец русской но к своим землям они лечиться не ходят это это у них исключено вот поэтому подытожим украины есть огромные шансы это большая светлая европейская страна у которой есть ресурсы по-прежнему еще есть ресурсы еще совсем недавно там строили а гигантские самолеты авианосцы танки автомобили автобусы то есть это все этот весит как бы индустриальный потенциал был down мне кажется в большей части как бы растерян но если за это взяться системно и заняться строительством своей страны то все возможно но украина она стала яблоком раздора я сейчас не буду освещать или посвящать эту информацию в русскоязычном мире но допустим западной прессе или в западной политике чтобы вы понимали почему украине сложно потому что все что происходит на украине начиная от политиков спортсменов или там чего-то да на западе видится только в двух перспективах это выгодно русским или это выпадно выгодно западу западном политикуме или в западной экономике нет ни одного голоса или эксперта которые говорят или задумываются о том а что же полезно украине что нужно украине то есть украина никогда не рассматривается и западной оптики как как субъект он только как объект то есть или у них вот политик условно говоря про западный или про русский все третьего не дано и в этом горе сегодняшней украины саш теперь вопрос следующий уже скорее всего про россию про америку алла вирига пишет эпоха безумия вы правы яков кедми утверждает что летом это будет другой мир более здравый вы верите в это с учетом что россия на переговорах с америка добьется успеха а что считать успехом вот да 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 именно знаете просто уже летом ожидать нового светлого мира мне кажется мы все уже немножко чувствуем что как бы вот этот миропорядок он уже подошел к своему логическому концу как и вот этот цикл наш ну как наш экономический уклад капитализм он уже подошел концу что такое вы несете деньги в банк а банк с вас еще берет деньги за сохранность ваших денег да то есть отрицательный процент это значит только одно что капитализм разучился зарабатывать деньги раньше банки брали у вас деньги чтобы дать их кредит и заработать а сейчас они берут с вас деньги то есть их и им ваши деньги не нужны посчитайте количество смартфонов планшетов телевизоров и других электроприборов в наших квартирах я думаю и домах я думаю слишком больше нам не могут они продать сколько автомобилей в европейской в американской семье там по два на семью не меньше да вот то есть мне кажется все все мы подошли уже как бы к обрыву а вот контуры нового светлого доброго и хорошего мира пока не видны я честно говоря опасаюсь что человечество пойдет вот этим проторенным путем сначала развязать войну все разрушить а потом приедут условно говоря там добрые американцы и предложат нам покупать кирпичи эскаваторы подъемные краны каски цемент и все в долг понимаете сначала чтобы что-то тут построить надо сначала что-то тут разрушить и вот это вот моя самая главная ну как бы вот мое самое главное опасение что человечество пойдет именно этим путем ведь как землю удобряют сначала надо сжечь сюда потом залу разметать вот его самое натуральное удобрение мне не хотелось бы чтобы окружающий нас мир сотрясла какая-то ужасная война до любая даже не ужасная война мне этого как пацифисту как человеку либеральных взглядов видеть не хочется я вот за любой поворот за новый экономический уклад за зеленую экономику за что угодно но лишь бы не было войны но вот как раз вам как пацифисту василий мама василий маев из мяса челябинской области задает вопрос не превращается ли нато бюрократическую организацию если сша сократят военное присутствие в европе то не придется ли ведущим европейским странам увеличивать военный бюджет и назначать министрами обороны специалистов не приведет ли это к сокращению социального бюджета в мясе беспокоиться социальном бюджете европы представляете какая ответственность у людей это это правильно и это хорошо потому что когда мы говорим все-таки о нас а континентальной европейской пусть даже будет эта цивилизация то все-таки географически она располагается от лиссабона до владивостока или наоборот от владивостока до лиссабона так солнышко идет с востока на запад да поэтому наши зрители из города мяс имеют полное право и конс вносить конструктивную критику задавать нам вопросы я недавно где-то читал но я не перепроверял эти данные но я читал в принципе в издании какой-то ну более-менее вызывающее доверие где было сказано что в сша в во всем оборонном в оборонном секторе трудится огромное количество людей что-то от полутора миллионов там до трех что ли но из них только половина держит вообще оружие в руках то есть имеют там право носить оружие да и американская армия и и нато она все более забюрократизируется но что делать что делать мне кажется бюрократы и военные там с погонами или там в форме вооруженные ручками и планшетами мне более приятно чем военные вооруженные огнеметами или там не дай бог какими-то там гранатометами поэтому это 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 меня радует в другом аспекте да мне кажется все-таки сша склонит сейчас европу все-таки повышать оборонные бюджеты как минимум до двух процентов и эти деньги которые будут перераспределены внутри государственных бюджетов стран евросоюза будут направлены к закупку вооружения в сша американцы не заинтересованы в том чтобы у нас в европе какая-либо оборонная индустрия получила такое скажем долгосрочное развитие поэтому они будут делать все подрывать наше чувство безопасности здесь в европе и предлагая нам здесь в европе и ядерный зонтик и другие вещи поэтому да это скорее всего пойдет за счет других статей в бюджете ну а так как социалка в любом по моему бюджете странный стран евросоюза является самым большим и крупным блоком то скорее всего усушка и утряска будет происходить именно там поэтому да это я не считаю конструктивным развитием но к сожалению вот это окружающая нас реальность очень любопытный на мой взгляд вопрос дмитрий муравьев задает расскажите пожалуйста о взгляде западной европы на польшу хотя нет я убежал вперед елена ю спрашивает я хочу вначале этот вопрос задать уважаемый александр песка ответьте пожалуйста на вопрос можно ли сравнить воссоединение германии с присоединением крыма к россии до хороший вопрос очень правда хороший вопрос тут вот мы сейчас с вами должны будем иметь возможность и все-таки величие или как это ну как бы посмотреть на это с двух сторон фильм соловьева асо он на один из моих самых любимых фирмах и там мальчик бананан показывал такой коммуникейшн тьюб такая труба и когда девушка это интересует что что такое это просто труба я говорю сюда ты там слушаешь а потом ты говоришь туда я здесь слушаю то есть вот это простое как бы простая вещь она нам было бы полезно в жизни смотрите когда фрг федеративная республика германия захватывала германскую демократическую республику практически сто процентов население фрг считала что это единственно правильный шаг а что же с жителями гдр случилось их не опросили ни на референдуме парламент гдр но даже тот вот коммунистический парламент гдр не принимал никаких решений по этому вопросу все военные милиционеры спецслужбисты судьи делавшие карьеру в гдр были с одного день на другой уволены вычищены и выкинут на улицу 30 лет прошло после воссоединения германии восточной и западной и спустя 30 лет пенсии в восточной германии ниже пенсии западной германии зарплаты ниже я почему не про как бы частную экономику а про государственный сектор заплаты ниже чем западной и вы знаете опять же когда я трудился вот в этой фирме эта фирма была создана в девяносто втором году когда герман правительство западной германии во главе с гельмутом колем создала такой фонд государственный фонд где они раздавали государственные деньги без процентно бизнесу западной германии и на эти деньги скупались предприятия в гдр за копейки большинство из этих предприятий которые конкурировали с фирмами западной германии были закрыты ликвидированы их оборудование было утилизировано те немногие фирмы которые смогли устоять они получили вот новое развитие и я вот трудился когда в германской компании это вот компания она принципе была создана на активах восточной германии я там имел возможность и радость и честь работать еще с так называемым красными директорами это тень немцы те руководители которые еще уже стали директорами в гдр и смогли удержать свои предприятия от ликвидации уже в капиталистической западной германии и вы знаете очень часто за ужином когда мы там еле еле пили пили и потом сидели вот уже и просто разговаривали но не знали мое происхождение вот из этой большой страны они мне говорили восточные немцы но большие авторитеты в своих областях они мне говорили с русскими они всех советских называют русским с русскими мы всегда могли найти компромисс на решение и мы всегда работали рука об руку западные немцы нас людей не держит сколько мы не вносим предложений или там каких-либо там планов все отметается начисто потому что мы внутри германии люди второго класса с крымом вот как communication tube мы сейчас вот рассказали немножко про германию а тут можем посмотреть на крым вкратце крыму был референдум и честно говоря никто серьезно не сомневается в результате этого референдума ну можно там опротестовать парочку там процентов голосов туда или обратно но тем не менее на западе главенствует нарратив в котором рассказывается о том что у под дулами автоматов крымчан погнали на участке и они вот как вот в гулаге проголосовали все за дедушку сталина и они несчастны но все кто бывал более чем один раз в крыму они знают что все это несколько иначе но проблема нам очень больна потому что крым ушел из украины ну есть нарратив что его аннектировала россия но при этом этот нарратив не выдерживает критики что его аннектировала россия знаете ли вы что все три миллиона жителей крыма живут вот уже сколько восемь лет под европейскими санкциями то есть ни одна фирма из евросоюза и моей родной швейцарии не может продать в крым не стиральную машинку не цветной телевизор не книжку не памперс не оказать услугу и вот тут возникает вопрос почему если крым был аннектирован человеком с инициалами ввп и зелеными человечками то крымчане они же тогда жертвы зачем вы тогда им отрезать воду свет газ и зачем вы накладывать европейские санкции на три миллиона жертв сегодня ни один крымчанин с российским паспортом и пропиской в крыму не может получить шенгенскую визу европейцы не хотят видеть людей из крыма у себя так за что же они их наказывают если они жертвы а это значит что мы в европе и в украине понимаем что крымчане ушли и голосовали именно так и назад они скорее всего возвращаться ну в ближайшем историческом будущем не собираются что не значит что когда-то крымчане не будут жить опять с украинцами в одном государстве ну вы знаете да у нас на континенте сколько уже было государств и как они по-разному все называются никто не может это исключать сегодня и здесь но сравнивать объединение германии и крым с россией с одной стороны невозможно потому что восточным немцам не было не предоставлено никаких возможностей озвучить их пожелания ну и при всех тех соблюденных формальности которые были соблюдены весной 14 года при присоединении крыма к россии это мое личное субъективное мнение теперь следующий вопрос как раз вот этого дмитрия муравьева скажите о взгляде западной европы на польшу и страны прибалтики есть такая английская пословица она звучит так child has been seen but not be heard это так вот английские лорды выращивали своих детей то есть детей можно где-то видеть там играющими на лужайке но не должны до нас доносится крики их они должны молча вот ровно так вот терпят скажем так центральные европейские страны вот всех наших друзей из восточной европы особенно прибалтов ну то есть ну что тут можно сказать опять же евросоюз живет в парадигме капиталистических экономических систем и прибалтика и польша и украины которая сейчас находится в таможенном союзе с евросоюзом это всего лишь рынки сбыта европейских товаров ну я не знаю вот наши зрители пусть нам расскажут какие чешские бренды известны в западной европе польские бренды а что там наши прибалты смогли создать нового за последние сколько лет они уже в евросоюзе почти почти 20 лет по моему они в евросоюзе ну что там какие новые предприятия были построены какие их товары востребованы где-то в европе нет а немецкий aldi и лидл до продуктовой этой торговой сети они до самой мелкой деревни в евросоюзе уже добрались немецкий автопром скупил все автомобильные марки континентальной европы за исключением французских обратите внимание это же тоже договор между германией франции немцы не скупают французский автопром это такая базовая договоренность между немцами и французами французам позволили купить опель но дело в том что опель был немецкий американский дженера моторс то есть вы понимаете германия и франция они уже вот несколько десятилетий выступают единым блоком и госпожа меркль она построила извините за выражение 4 4 рейх только без танков с крестами и без мессершмитта а чисто экономическими инструментами поэтому роль прибалтов ну это незавидная роль но поляки это крупная европейская все-таки нация и их так просто не скушать и они хорошо брыкаются и поэтому и немцы и французы не хотят их видеть как бы игроками той же лиги хотят их приструнить но у них очень трудно получается кстати одна из последних новостей госпожа ушла фон дер лайнен самый высокий бюрократ в евросоюзе останется в феврале марте месяце этого года возможно без зарплаты знаете почему потому что во внутреннем арбитражном суде нам в европейском польша и венгрия были признаны странами которые нарушают базовые демократические и право правовые принципы евросоюза и должны быть наказаны то есть это решение было принято уже более год назад о том что они виноваты и год назад ну что-то в этом а еврокомиссия никаких санкций ни к полякам ни к венграм не применяет и уже внутри европарламента множатся голоса что нужно наказать еврокомиссаров за то что они не назаказывают поляков вот такие вот у нас события в европе следующий вопрос иван сипос спрашивает почему вас интересуют новости московского корреспондента швейцарского телевидения как вы думаете если она будет передавать объективную картину из россии она продержится на своем месте а александр я забыл как имя человека иван сипос иван меня интересуют новости из москвы швейцарских корреспондентов из вашингтона из брюсселя из тель-авива из капштадта дело в том что наше швейцарское телевидение посылает корреспондентов в эти далекие интересные страны за наши налоговые деньги мы платим за это телевидение и поэтому это мы можем требовать от этого телевидения определенного уровня качества ну не ниже там газеты бильда помните которые рисуют стрелы танковых прорывов но это мрак мрак и и конечно информационная помойка поэтому все-таки наши швейцарские государственные и радио и телевещатель он имеет стандарты которых он должен придерживаться к тому же когда я учился на журналиста в швейцарии нам там прививали несколько там принципов тоже основных принципов работы причем нас учили по англосаксонским как бы принципам работать и там есть один такой очень важный принцип я считаю что он абсолютно необходим то есть журналист имеет вас имеет право иметь какую-то ну право на эмоциональную окраску кто-то из журналистов он более как бы левый до человек по расположен кто-то более консервативен поэтому он имеет право все-таки и в авторской журналистике и в новостной журналистике в аналитической как бы это открыто декларировать что вот это мне нравится больше а вот этот я вот ну не приемлю это хорошо но есть основной принцип если ты рассказываешь о каком-то событии или о каком-то человеке или какой-то политической партии ты должен дать ей право ответить на твои основные обвинения или на твои там какие-то выводы наша корреспондентка она позволяет себе ну уж совсем совсем нечестные подходы к работе она передергивает факты она рассказывает откровенную неправду и никогда не дает ну как бы тоже российской стороне озвучить ну допустим ее видне если у нас не только в швейцарском телевидении в немецком французском английском в итальянском если кто-то от имени россии имеет право говорить то это как правило гарри каспар михаил касьяна вот эти люди которые а давно не имеют отношения не к россии а б ну относятся к такой партии демшизы и у некоторых уже давно и основательно поехала кукуха угу я перехожу теперь почти к личным вопросам которые наши телезрители задают интересуются люди картинами которые у вас на стене висят и спрашивают а вы еще и художник нет так романы не пишу так и картины не пишу но я люблю коллекционировать и книги я работал в книжном магазине у меня была огромная библиотека к огромному моему разочарованию в моей семье довольно таки широком дружеском кругу люди не читают те книги которые я читаю и вот несколько переездов знаете из швейцарии в германию из германии аппарат на швейцарию то есть я вот при приездах все уменьшал уменьшал количество книг которые я хранил в своей личной библиотеке то есть у меня много ну не много у меня есть антикварные книги у меня есть книги по политике по истории по истории искусства и искусство меня очень интересует и радует я не терплю белых стен я люблю картины и люди которые со мной общаются тоже люди искусства знают это и дарят мне там на юбилей что-то их что-то я там приобретаю вот ну не могу себе позволить там классиков приобретать ну один мой очень близкий хороший друг Игорь Новиков художник московский и швейцарский он мне говорит Саша ты даже не понимаешь там как бы значение там что там отображено на картину ну тогда воспринимай эту картину или допустим эту скульптуру как элемент дизайна если тебе цвет цветовое пятно или что-то такое нравится он говорит бери вот так вот я отношусь к искусству я не имею системного подхода но я люблю красивые вещи вокруг меня Саша еще перед тем как мы перейдем к официальной части нашей программы у нас всегда в конце так называемые вопросы Бернара Пиво известного французского телеведущего старые старые я решил вернуться к этому формату в разговоре с вами перед этим вопрос задает Анатолий Андрухович я упущу комплементарную часть ваш адрес он задает вопрос за такую позицию за свою позицию вы не боитесь насколько я понимаю сейчас в формационной сфере превалирует навязчивая пропаганда а истины не в почете еще тут же ИТРО некто спрашивает Песке спасибо но как он там живет с такой трезвой головой наверное часто приходится шлангом прикидываться Молчать если не хочешь быть разорванным на куски и клочья иногда приходится молчать ну опять же к первому вопросу бояться мне кажется в жизни нужно только позора какого-то это вот боюсь как-то где-то оплошать где-то там вот говорить правду не всегда легко но очень часто приятно и поэтому я стараюсь в своих рассказах или в своих дискуссиях или в своих проповеди как это назвать никому не навязывать свое мнение все что мною сказано это всего лишь тезис это мысль которая которую может брать любой обсуждать это со мной или где-либо еще и все зависит тоже от нас хочу еще раз повторить мой комплимент аудитории ИТОН ТВ мне кажется что нас смотрит и с нами общается культивированная публика и мне приятно быть частью вот этого социума и говорить с вами правду с вами правду и легко и приятно потому что мне кажется мы на светлой стороне луны спасибо за эти слова а теперь вопросы Бернара Пиво блиц блиц Саша ваше самое любимое слово нет ваше самое нелюбимое слово ненавижу мне кажется люди злоупотребляют употребление этого слова что вас заводит творчески духовно эмоционально по натуре я человек немножко ленивый но бабушка меня за это всегда ругала и поэтому из-за страха прослыть ленивым даже перед собой всегда пытаюсь что-то делать что-то делать продуктивное А что демотивирует? по-немецки дезинтерессе то есть вот пассивность и вот это эмоциональная тупость и безразличие людей а излюбленное ругательство? ну их несколько я тут не буду все но когда у меня что-то падает из рук и рядом дети я говорю что же ты будешь делать что ж ты будешь делать? понятно какие звуки вы любите? классика шум прибоя а какие звуки ненавидите? когда товарные поезда тормозят или проезжают какие-то стрелки вот этот скрежет он мне неприятен в какой профессии кроме той которой вы занимаетесь вы хотели бы себя попробовать? пищевая химия а чем бы никогда не хотели заниматься? мне кажется охранником ГУЛАГа я никогда не смог бы работать или служить и последний вопрос если Бог существует что бы вы хотели от него услышать когда окажетесь там ну разумеется в ворот рая почему он так рано забирает любимых и дорогих нам людей а многие злодеи ходят под этим солнцем по земле и творят столько зла спасибо спасибо Александр спасибо за это очень откровенное интервью я к сожалению не сумел все вопросы озвучить их более чем достаточно но Бог даст мы еще раз проведем подобного рода программу не последняя встреча спасибо Саша огромное спасибо всего самого доброго здоровья ну и надеюсь до встречи не только на виртуальном формате но и здесь в нашей студии а может быть в Москве или где-то еще или в Швейцарии обязательно спасибо 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 Саш спасибо огромное спасибо вам друзья что были с нами всего самого доброго будьте здоровы до новых встреч